Привет, меня зовут Артем Акшинцев, я академический эколог, ну и много чего еще. Есть несколько направлений моей деятельности. Одно из них — это работа в Институте водных проблем Российской Академии Наук. Я работаю в лаборатории охраны вод и занимаюсь всевозможными вопросами, связанными с охраной вод. В частности, с загрязнением микропластиком. Ну, микропластиками, чтобы быть точнее. Они разные, разного генеза, ну и так далее. Кроме этого, я руковожу, ну и вообще, я заведующий библиотекой. Библиотека Научка — это первая в Москве и в России научно-популярная библиотека, именно государственная. Также руковожу научно-приключенческим, можно назвать так, ладно, экспедиционным клубом Russian Travel Geek. Ну, такой симбиоз науки и туризма. Вот. Ну и, да, занимаюсь популяризацией экологии в меру своих возможностей. Путь в науку начался довольно, ну, уже, да, уже довольно давно. Мне кажется, с летней школы. Есть такая штука. Сейчас это свободно-образовательный проект летней школы. Когда я пришел в этот проект году 2006-м, это было, носило название летней школы-исследователь. И логика довольно простая. У нас есть некоторые недостатки системы образования. Понятное дело, что хочется дать всегда больше информации, но времени не хватает, именно классного времени. И поэтому летом преподаватели различных вузов объединяются и отправляются в палаточные лагеря. Ну, это как было раньше, в палаточный лагерь летом, куда приезжают школьники. И им там рассказывают про физику, про социальные, там, гуманитарные науки, про математику, про медицину. Собственно, работающие ученые, медики, ну и так далее. То есть, люди из профессии делятся своим опытом, делятся своими знаниями со школьниками, будущими абитуриентами. В том числе, чтобы помочь и с профориентацией. За года этот формат немножко изменился, и сейчас летняя школа уже стала таким летним университетом, там 30, даже больше 30 направлений, по которым можно обучаться. Туда приезжают не только школьники, но и студенты. Но в мои года, когда я туда только попал, я попал на физическое отделение. И я был в классе, наверное, в девятом, после девятого класса, да, летом. Это было очень прикольно, очень интересно. И я тогда понял, что физика – это замечательно, но мне ближе что-то другое. Это тоже одна из важных вех профориентации, когда ты пробуешь примерить на себе профессию и понимаешь, что, блин, клево, но мне нужно что-то другое. И тогда я начал искать. И я, ну, уже на летней школе там дали азы научного мышления, скажем так. И я начал искать, где мне было бы максимально интересно применить себя, в какой сфере мне было бы максимально интересно развиваться. Я ездил там, ходил на подготовительные курсы и ездил в полевые выезды с географическим факультетом МГУ. Я ходил на подготовительные курсы, на химфак, на биофак. То есть, ну, это довольно так задолго, там, год-два до поступления, начал заниматься вообще вопросом, что я хочу. И получалось так, что я везде находил что-то интересное для себя, но всегда хотелось чего-то немножко иного. И в итоге я понял, что вот симбиозом того, что мне интересно, является экология. Потому что эта наука на стыке биологии, химии, географии, экономики. То есть, это такая смежная наука, которая охватывает много сфер уже привычных и там наук с большой историей. Экология довольно молодая наука. И поэтому она очень интересно развивается, в ней много направлений. И в первую очередь она посвящена взаимодействию систем. И мне стало интересно изучать эти системы. И так я стал экологом. Вот. Ну, а в дальнейшем я уже, обучаясь там курс, наверное, на третьем, начал думать, куда мне идти в Аспер. И так вышло, что меня познакомили с Григорием Андреевичем Борембоймом. Это мой научный руководитель из Института водных проблем. К сожалению, он уже умер. Ну, да, такое бывает. Но был очень крутой мужик. И он взял меня к себе в будущее, как сказать, аспиранты, вот, в будущее аспиранта, заманив темой исследования Камчатки. То есть, я всегда знал, что мне интересны полевые исследования. И я искал какое-то применение вот в экологии, которое связало меня с полевой работой. И мне сказали, что вот есть такая тема с термофильными микроорганизмами, нужно изучать их экологию. В общем, будешь отправляться на Камчатку. И понеслось. То есть, я начал ездить на Камчатку. И в дальнейшем это уже развилось направление на большое количество места обитания, потому что там, когда ты изучаешь термофилов, тебе очень важно отбирать пробу, собственно, чтобы потом рассматривать этих термофилов, анализировать и так далее. А это можно делать только там, где есть термальные источники. Термальные источники есть в разных регионах мира. Это связано со структурой земной коры, скажем так. Где есть тектонические разломы, там, скорее всего, есть и термальные источники. Ну, например, Камчатка, Япония, Филиппины, Малайзия, Исландия. В этих регионах есть термальные источники, ну, где, как сказать, мантия, ну, земная кора, где мантия ближе всего к земной коре, там подогревает артезианские воды или грунтовые воды даже, и вырывается на поверхность в виде всяких всевозможных гейзеров и горячих источников. Вот. И поэтому я занялся этой темой, меня это захватило. Там было несколько тупиков в моей научной работе, и в итоге я уперся в тупик в изучении термофилов, потому что, к сожалению, у меня буквально подряд умерло два научных руководителя. Сначала Григорий Матвеевич Баринбойм, потом я изучал, ну, собственно, занимался термофильными цианобактериями в СПБГУ в Питере, и там, к сожалению, тоже умерла замечательный ботаник. Вот. И я понял, что, типа, ну, вот я достиг какого-то лимита, который дальше, чтобы преодолеть, нужно было уже идти либо в углубленную ботанику термофилов, ну, именно цианобактерий, либо куда-то там в фармакологию, но я понял, что мне это не очень интересно, и переключился на другую проблему, проблему микропластика. То есть сейчас я занимаюсь микропластиком уже с Евгением Викторовичем Венициановым в Институте водных проблем, и это выходит довольно неплохо, потому что тема интересная, новая, свежая, в ней много прикольных публикаций, о микропластиках вообще заговорили только в 2004 году, и после этого там количество публикаций очень медленно росло, и вот начался уже такой мощный прирост публикаций только года с 14-го, наверное. Для научной проблемы это, конечно, очень малый, ну, очень короткий срок, и поэтому там много чего происходит, много чего интересного. Тут такое дело, что в один момент я понял, ну, в общем, я понял, что самый прикольный метод взаимодействия с миром, это когда ты находишь дефицит какой-либо, и думаешь, могу ли я этот дефицит закрыть. Если можешь, ты это делаешь. Сейчас объясню. В свое время, когда я был только студентом, я увлекся популяризацией науки, и вот научпопом, в принципе, это все произошло из-за Маркова, кстати, Александра, ему большое спасибо. Это было очень прикольно, потому что я попал вообще, вот первая моя научно-популярная лекция, если не считать там, ну, лекции на летней школе, да, которые были все-таки более специализированными. Это была лекция Маркова на День Святого Валентина в Политехническом музее, куда я пришел, послушал, такой, блин, а как клево-то, а может быть. Вот. И, собственно, начал с чтения его книг, а потом уже начал развиваться. И денег не было. Когда я был студентом, книжки стоили, они сейчас стоят, ну, еще больше, да, сейчас стоят. А когда я был студентом, ну, денег тупо не было на покупку новой литературы, и всегда это была большая проблема, чтобы там достать деньги, купить эту книжку, и... Ну, меня это раздражало. То есть, ну, типа, вот ты хочешь получить... А нигде их взять было нельзя. То есть, ты приходишь в библиотеку, и такой, типа, у вас есть научпоп? А они такие, что у нас есть? Ну, посмотрите, вон там по ББК стоит какая-нибудь там типа вот что-нибудь. Ну, ББК – это библиотечная система, в которой все расстанавливается, ну, расставляется фонд. Вот там стоит, вот посмотрите, география, ну, и там книги, понятное дело, уровня «Я познаю мир». Замечательная серия, но немножко устаревшая. Немножко не то. Вот. И в свой... Ну, я в один момент понял, что у меня уже накопилось довольно много книг. Это был, там, конец 14-го года, наверное, да. У меня накопилось довольно много научпоп-книг, которые я уже прочитал. Я думал то, что, блин, я их давал своим друзьям читать. У меня кто-то спрашивал. Я думаю, блин, ну, конечно, клево вот это, типа, буккроссинг такой, местечковый, но лучше сделать что-то побольше. То есть, чтобы об этом узнало как можно больше народу, и студенты могли приходить, или просто интересующиеся, там, школьники, кто угодно, могли приходить и получать, вот, закрывать этот дефицит. И тогда мне очень сильно помогли в ЦБ с ЦАО. Собственно, я пришел с этой идеей. Мне сказали, типа, ну, давай попробуем, мы дадим тебе один зал в библиотеке. Вот этот один зал, ты его наполняешь книгами. Тогда мне помогли еще и издательство, которое мне тоже приходило, объясняло всю эту историю, то, что я хочу сделать библиотеку. Они такие, ну, окей. И давали мне какое-то количество экземпляров книг. И я заполнял этот зал. Там у нас была большая компания ребят, которые, собственно, этим занимались вместе со мной. Тоже с летней школы, кстати говоря. И все это начало развиваться. Мы доказали востребованность библиотеки. Это тоже очень важно. Когда ты начинаешь развивать какую-то тему, ты еще должен доказать, ну, вот, госорганам, да, скажем так, ЦБС, центральная библиотечная сеть Центрального автономного округа Москвы, да, понятно, ЦБССАО. Вот. Ты должен доказать, что это вообще востребовано, что это не твоя личная блажь. Типа, вот, я хочу собрать там весь вышедший научпоп в одном месте, чтобы он был, и вот, будет клево. Ты должен доказать, что людям это нужно. Ну, и, собственно, люди начали приходить, брать книги, приходить к нам на лекции. Ну, тоже тогда еще была тема с нехваткой лекториев научно-популярных. Сейчас лекториев уже довольно много, и это очень клево, что развивается. И, собственно, мы начали закрывать разные дефициты, и получилось прикольно. Мы доказали, и вот буквально год, ну, чуть больше года назад нам уже передали под научку всю библиотеку. То есть, официальная библиотека, раньше она называлась просто там ЦДБ-14, отдел семейного чтения. И вот наш зальчик назывался там как-то под отдел научка. То есть, ну, там, долго такая. А сейчас это называется уже 14-я библиотека, отдел научка. И это вот целая библиотека, там больше 500 квадратов, а это все наше. Вот, и это очень клево, потому что в нас поверили, там, выделили деньги на ремонт, сделали, кстати, классно довольно, уже визуально даже приятно стало находиться в библиотеке. И все стало лучше, и все стало хорошо. Это меня очень радует. И научпоп-книжек, конечно, становится больше с каждым годом, все больше издательств включается в эту тематику. И место, ну, и зачастую же, да, большая проблема научпоп-книг, то, что они выходят, там, тиражом 3000 экземпляров, например. Ну, там, с допечатки, ну, до 10 тысяч экземпляров максимум доходят. Но сколько людей даже в той же самой Москве? Гораздо больше. И поэтому тебе интересна книга, тебе ее, ну, негде достать. Зачастую ее просто нет в продаже. И ты приходишь в библиотеку, а там всегда есть два экземпляра, ну, там, возможно, придется подождать немножко, пока они, там, у кого-то на руках. Вот. Но чаще всего у нас есть, там, один из экземпляров, который необходим человеку. И он может получить его абсолютно бесплатно, там, на месяц, и все клево. То есть у каждой библиотеки, кроме ее тематической литературы, есть еще и большой пул обязательной литературы. Ну, это школьное чтение, то, что обязано быть в каждой библиотеке. Это всевозможные, всевозможные, там, типа, программы, там, летнего чтения и наследие былых времен формирования фонда. То есть сейчас у нас книжный фонд, насколько я помню, 25 тысяч экземпляров. 25 тысяч экземпляров, из них под научпоп приходится всего тысячи две, наверное. То есть все остальное – это еще, там, остатки старого фонда. Но это сюда же 25 тысяч экземпляров, включаются еще и журналы, и брошюры, ну и так далее. Вот. Но мы плавно наращиваем мощности научно-популярной составляющей, потому что тут, опять же, есть небольшая проблема, ну, как у всех библиотек. Это должники, которые берут классную книжку и забывают ее вернуть. И у меня был очень забавный кейс, когда меня обвинили в том, что я… Ну, в общем, была барышня, которая пришла к нам в библиотеку, взяла 25 книг на себя научно-популярных и не отдавала их. Просто классный научпоп, который она взяла бесплатно и решила, что, ну, вот, библиотеки – это просто бесплатные книги. Вот. И пришлось писать в Фейсбуке такое мощное обращение, привлекать там друзей каких-то, говорили, что помогите вернуть книги. Вот. В итоге она вернула все книги на следующий день. Хотя до этого я ей звонил, писал, и она говорила, что библиотека, типа, идите нафиг. Вот. Да-да, я все верну, и не возвращал. Ну, в общем, в итоге, да, получилось вернуть, она сказала, что вот я ее захейтил. Я объяснил, что нет, это не хейт, это просто обычная культура шеринга. То есть библиотеки – это часть шеринга экономики. Именно поэтому мне еще они нравятся как экологу. Потому что на производство каждой книги тратятся природные ресурсы. Ну, ясное дело. Но если вот вы ее прочитали, она просто стоит у вас на полке, то кто-то другой, чтобы получить эту же книгу, должен потратить, ну, те же самые природные ресурсы на производство. А в библиотеке книги работают постоянно. И это тоже очень клево. То есть затратили одинаковое количество природных ресурсов, но их результатом воспользовалось там не один человек, а десять. То есть количество суммарно потраченных ресурсов уменьшается. Это здорово. Про проект Russian Travel Geek нужно рассказывать немножко издалека. Сейчас объясню. Когда я пришел в Институт водных проблем и начал ездить в экспедиции на Камчатку, чтобы отбирать пробы термофильных цианобактерий и изучать их, ну, все это всегда все путешествия, связанные с тратами, понятное дело. Нужны деньги. Деньги в институтах Академии наук берутся из грантов. То есть ты выигрываешь грант на исследования, и вот туда вкладывается там, разная стоимость закладывается. После этого за грант ты должен отчитываться. Но есть несколько проблем. Во-первых, полевые гранты в России очень больная тема. Их очень мало, их очень трудно получить, и еще труднее по ним отчитаться. Потому что в полях у тебя огромное количество трат идет без чеков. То есть ты не можешь ничем отчитаться, кроме своего честного слова. И это, ну, реально проблема. То есть когда ты договариваешься с мужиком на вахтовке или там с каким-нибудь джипером, конечно, ну, что он тебе поможет куда-то там заброситься подальше, а, конечно, никаких чеков тебе никто не дает. То есть они такие, ну, окей, но вот это будет стоить столько-то тысяч рублей, или там, не знаю, там, вот столько-то бутылок водки. Вот, ну, даже так бывает. И ну как ты это, ну, зашьешь в грант? Как ты об этом отчитаешься? С этой проблемой я и столкнулся. Собственно, мы выиграли полевой грант на исследование, и потом я где-то полгода провел за написанием отчетов по этому гранту, даже не за научной работой, да, там, анализированием результатов и так далее, а именно за написанием отчетов именно финансов, кстати, с тем утряской, я понял, что это во мне убивает желание заниматься наукой в принципе. Ну, такая бюрократия, о которой я не думал, что я столкнусь. А она была. И хотелось этого избежать. И, собственно, вот в 2014 году у нас была запланирована весьма дерзкая экспедиция к полюсу недоступности Камчатки. Ну, есть такое понятие полюсу недоступности почти в каждом регионе. На Камчатке это север полуострова Срединный хребет, то есть это место in the middle of nowhere просто. То есть там нет людей, там, ну, просто ничего нет. Там есть полигон Кура, куда там стреляют нашими ракетами, ну, это военный полигон. Вот, но это уже ближе к людям даже. А так там, ну, просто ничего, но есть несколько интересных точек для ученых. Потому что мой товарищ, камчатский ученый Вадим Кириченко, позвал меня в эту экспедицию участвовать. И сказал, что Артем, смотри, в общем, типа, есть космоснимки, на них есть зимние космоснимки, и на них есть проталины. То есть, по идее, там есть термальные источники. Но туда добраться можно только вертолетом, что очень дорого, на это нет денег, либо пешком. И мы поняли, что нам нужно идти пешком, идти много, больше, там, 500 километров. И, ну, учитывая, что это не по дороге, понятное дело, это по горам. Вот. И у нас экспедиция стояла из трех человек. Я, как гидробиолог и эколог, Вадим, гидрогеолог. И Леша Маковский, мой друг, он был врачом экспедиции. То есть, потому что если бы что-то с нами там случилось в экспедиции, то никто бы за нами не полетел, понятное дело, где нас там найдешь. Вот. И, собственно, мы собирали на эту экспедицию, в том числе деньги, на планете. Потому что я стучался, кстати, в РГО, тогда был тот же момент, когда я подумал, ну, клевая экспедиция, мы открываем новые термальные источники, мне поможет Российское географическое общество. Но нет, ребята сказали, что нет, нам это не интересно, до свидания. Вот. Я такой, ну, ладно, что делать. И запустили, ну, запустили штуку на платформе Планета. Ну, собственно, краудфандинговая платформа. И там обещали то, что, ребят, вот мы собираем деньги на экспедицию, чего мы можем привезти взамен? Там всегда нужны же какие-то бонусы. И там был один из бонусов, это отправить послание на Камчатку. То есть, там, в место, где нет никого, ты мог, в общем, причем мы ничего не оставляли там, мы просто брали распечатанные послания, заламинировали их, несли все эти ламинированные штуки с собой, чтобы они не испортились, и в самых странных точках нашего маршрута фотографировались с ними, и там всякие послания были, типа, там, защити диссер, там, какому-то чуваку кто-то писал, вот, и там еще какой-то привет с Камчатами, еще какой-то, были бредовые, были смешные. Но люди просто такие, типа, блин, ну, как нам помочь? И вот, скидывались. И все получилось. Собственно, мы набрали сумму, там, больше 100 тысяч рублей, которая позволила нам оплатить вертолетную заброску до начала маршрута. А потом, обратно к людям, мы уже возвращались пешком. И это был весьма интересный опыт, который очень много во мне поменял. Потому что, ну, во-первых, это очень сложная экспедиция, ну, прямо ничего сложнее ее в моей жизни не было. Именно там был и голод, и климатические условия, и медведи постоянно, ну, то есть, очень много проблем, но с которыми мы справлялись. И, собственно, за это еще и Вадиму очень большое спасибо, потому что он такой старый геолог, ему 52 года, выглядит он лет на 40 максимум, вот, или уже 53, не знаю. Вот, и он такой советский геолог, который может все. Вот, и это очень клево, потому что он мне научил, что ты можешь все, просто это вопрос у тебя в голове, что ты там, типа... Вот, и это очень-очень здорово было. И там какие-то первичные, там, переломы сознания, когда ты понимаешь, что когда тебя замывает рекой, ты не должен сдаваться, ты просто вылезаешь оттуда и идешь дальше. У тебя там нет такого, что ты вылез, такой, что же я пережил, как же так? Ты просто вылезаешь, ты такой, типа, я самоходная машина, которой ничего не страшно, я иду вперед, у меня есть цель, и ты идешь. И таких моментов было довольно много, которые тебя переламывают. И ты понимаешь то, что они тебя переламывают, но делают крепче. И это очень классно. Вот, и после этого, да, сходили, открыли там новые термальные источники, нанесли на карту, все здорово, отобрали оттуда пробы. Но следующий год, 15-й уже, и снова нужно ехать на Камчатку, чтобы уже отсматривать источники даже не там, в Средином хребте, поближе, но все равно нужны деньги. Связываться с грантами мне уже было честно вломак. То есть я не хотел все это мытать тени. И я понял, что что-то нужно делать. Еще раз собирать деньги на планете, на краудфандинге, ну, как-то тупо, потому что, ну, как-то не очень. Что я могу дать людям? Я умею рассказывать об окружающем мире. Я умею читать научпоп. Ну, к тому времени я уже, ну, так, неплохо прокачался. Я умею ходить, я умею там, я знаю места классные на Камчатке. Вот. И, собственно, мы собрали первую группу, которая, группу людей просто кинули клич. Ребята, вот смотрите, едем на Камчатку в экспедицию, вы оплачиваете себе стоимость, и плюс наши билеты. Ну, вот, билеты гидов, по сути, и проживание гидов. То есть мы не тратили ни рубля. А все это окупалось за счет туристов, которых мы взяли с собой. И это получилось, вот это был первый пример, первая экспедиция RTG 15-го года. Когда было два гида, я и Иван Кравцов, ну, тогда мой товарищ, который меня-то очень сильно страховал, то есть, ну, потому что, когда ты идешь один, всегда, в общем, одному ходить нельзя. Это как гиду, это, в общем, правило. Вот, мы вдвоем ввели группу, и все получилось. И потом завертелось. Уже начали приходить новые ребята-полевики, ученые-полевики, у которых схожая проблема, у них нет нормального финансирования, а есть задача по изучению того или иного региона мира. И все это завертелось, и в итоге превратилось в большое сообщество RTG, то есть, где у нас сейчас там гидов, наверное, 12 ученых, которые занимаются самыми разными проблемами. Есть научно-исследовательские экспедиции, когда ты идешь и отбираешь конкретно там какие-то пробы, например, или фотографируешь, вот у нас недавно была экспедиция на Эльбрусе, ледники, то есть, ты изучаешь оледенение Эльбруса и сравниваешь это со старым атласом оледенения, то есть, ну, там много всяких задач. Есть научно-популярные экспедиции, когда ты идешь, и тебе просто рассказывают о том, как вокруг все устроено. Ну, как, например, Исландия, куда ты едешь, и это реально музей под открытым небом. И если ты едешь без ученого, то ты просто смотришь, ну, типа, как красиво. А если с ученым, то тебе может рассказать, почему это сформировалось именно так, в чем прикол этих реолитовых гор, почему тут вот именно такая складчатость, откуда здесь вообще взялся этот вулканический песок. Очень классно. И третье – это работа в заповедниках. Заповедниками – это тоже отдельная тема, которая сейчас только развивается. Ну, в России сейчас вообще такой небольшой бум, ну, был до коронавируса, скажем так, да, бум развития экотуризма. И, в принципе, есть запрос на это. И заповедники понимают, что вот нужно работать с экотуризмом в том числе. А что такое экотуризм, весьма тяжело объяснить людям. Ну, некоторые заповедники прикольные, как Байкал-Ленский, собственно, где туристов включают в научно-исследовательскую группу, и туристы получают знания от эхотоведов и от научных сотрудников этого заповедника и считают медведей. Это очень здорово. Потому что, по сути, они помогают в рутинной работе сотрудников заповедника. Есть такая задачка, что каждый год нужно считать поголовье медведей, которые выходят со стороны Иркутска к Байкалу, и там, наверное, кормится ручейником. И вот по мониторингу количества этих медведей можно сказать вообще, что происходит с популяцией. Потому что у тебя есть мониторинг, начиная с 50-х годов, и вот сейчас мы можем понимать, как колеблется популяция, что с ним происходит. Но для этого нужно каждый год ездить. А у заповедника зачастую нет денег даже на катеров, которые бы возили. И вот с этим помогаем мы. То есть мы собираем группу, которая окупает эти катера, и все считают, ходят, высаживаются на берег, ищут там меточные деревья. Это все очень клево. Точек много. Ну, там Шпицберген. Ну, если говорить про Россию, то это... Да, Шпицберген, это если говорить про Россию, да, тоже. Там есть Боринсбург, который наш. Вот. В России там Камчатка, Байкал. Что у нас еще? Ну, Кавказ, понятное дело. Кадар. Это Забайкальский край. Далее много, кстати, по России поездили. Там Шпицберген, Филиппины, Малайзия, Танзания. Марокко, Италия. Ну, много, в общем, регионов, где мы побывали. В Африке несколько раз были, и это тоже очень классно. А в Бразилии, кстати, нет. Мы еще не ездили... У нас не было экспедиции в Южную Америку и в Северную Америку. Это у нас только в планах, но сейчас, к сожалению, планы из-за коронавируса немножко так подвинулись чуть подальше. Но больше 30. То есть, ну, в год у нас происходит... Да, тут еще один важный момент, что RTG не сработало бы без одной штуки, которую я утащил с летней школы. То есть, когда у тебя есть какой-то инструментарий, ты его пытаешься пристроить и к новой проблеме тоже. А штука, которую я утащил с летней школы, это методика отбора. То есть, в экспедицию с RTG нельзя попасть просто так, сказав, типа, вот я покупаю, и шмякнуть кнопку, да, и прийти на все готовое. А в экспедициях всегда есть отбор. То есть, люди, которые подаются к нам в экспедицию, они подают заявку, в которой, ну, довольно такая анкета развернутая, в которой нужно описать, не только дать ссылки на свои социальные сети или там... и написать немножко слов о себе, да, кто-то такой вообще, но и дать ответы на вопросы, чем ты гордишься. Или опиши опыт экстремальной ситуации, как ты в нее попал и как ты из нее вышел. И по этим ответам можно судить о человеке, будет тебе с ним приятно работать или нет. Это тоже очень важно. Потому что зачастую, ну, одна из больших проблем работы в туристической сфере – это выгорание. Потому что ты работаешь, ну, просто на потоке, к тебе приходят толпы народа, и ты такой, типа, турьё, 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 турьё. У нас этого нет, и это замечательно. Мало кто это понимает со стороны, но вот ребята из туриндустрии очень завидуют, потому что мы изначально вели эту штуку. А чтобы к нам попасть, тебе нужно пройти отбор, чтобы там гиды, которые поведут маршрут, были уверены в том, что они отправляются в опасные условия, но группа прикольная, в группе адекватные люди. Они надежны, с ними можно работать дальше. И это, безусловно, помогает переживать самые разные события, которые подстерегают путешественников в диких землях, без ущерба. И это здорово. Слушай, самая большая проблема с эко-просветом, это отсутствие эко-просвета в школах, в детских садах, как это происходит, например, в скандинавских странах. Там есть уроки экологии, начиная с детского садика. Это очень, ну, понятное дело, что это очень упрощенное, еще что-то. А в школах это, ну, это развивается. У нас же, хотя у нас огромная территория, люди крайне мало понимают о том, что природа может не вывести. Может не вывести наш антропогенный прессинг. И тут все дело в том, что, ну, когда говорят, давайте защитим природу, и вроде бы это звучит так, что вот мы такие рыцари на белых конях, давайте защищать природу. А кто-то такой, да я не рыцарь на белом коне, идите нафиг. Ну, я там не буду защищать природу, ибо зачем. Тут немножко изменено, ну, из-за недостатка образования, опять же. Сама мотивация изменена. Все дело в том, что, я часто повторяю, да, что природу не нужно спасать, защищать и так далее. Спасение и защита требуют привычная нашему миру, нашему виду окружающая среда. Именно привычная окружающая среда. Не весь мир. Потому что природа, наша Земля, видела и переживала гораздо более жесткие времена, чем сейчас. Метеоритные дожди, кислотные дожди, чего угодно было. Там извержение трапов, там какие-то оледенения массовые, гибель до 90% видов. Все это было. Но мы с вами, как вид, сформировались в весьма определенных условиях окружающей среды. Когда есть там температурные условия, условия по биоразнообразию, по составу атмосферы. И нам, чтобы комфортно жить на этой планете, необходимо эти условия сохранять. Наша же деятельность ведет к изменению этих условий. В природе пофиг, она приспособится. Появится новый вид, там что-нибудь начнется, но мы можем вымереть. И наша окружающая среда станет враждебна. Вот чтобы этого не допустить, нужны экологи. И экологи, которые доносят мысль до всего человечества, что это не просто силами 10-20 тысяч экологов все исправится, а только массовыми усилиями, то есть всего человечества. Это самая главная проблема. Отсутствие осознания и экопросвещения. А дальше уже накидывается куча всего. И климатический коллапс, и проблема загрязнения вод, и что угодно. Проблема, гуманитарные различные проблемы, в том числе с рождаемостью, с контролем рождаемости. Проблема климатических мигрантов, быстрые климатические изменения. То есть все это уже на фундамент ложится очень быстро и захлестывает. Да, на экологическую обстановку экология – это наука. На нее влиять можно только узнавать что-то новое. На экологическую обстановку влияет, да вся наша жизнь влияет. Это очень забавно, когда люди такие, ну, типа, вот это влияет, а это нет. Мы живем в эпоху антропоцена, в эпоху великого ускорения. Это вот два таких дополняющих фактора. Погуглите, и вы узнаете про это гораздо больше. Все дело в том, что мы всей своей жизнью влияем на окружающую среду. И это нормально. Если говорить про максимально негативные факторы влияния на окружающую среду, да, на состояние ее, безусловно, человечество обретает, обладает множеством этих факторов. Ну, множество методов воздействия на окружающую среду. Из них в корне проблем, скорее всего, лежит перепотребление. То есть мы всегда потребляем больше, чем необходимо. Очень низкая эффективность у использования природных ресурсов. Это, правда, большая проблема. Мы разрушаем экосистемы, мы там сжигаем ископаемое топливо, да, которое выбрасывается в атмосферу, там захоранивалось на протяжении многих-многих миллионов лет, там 200 миллионов лет и больше, да, а выбрасывается на протяжении 200 лет. И 200 миллионов лет, это я просто привел как пример, гораздо больше на самом деле, там, если говорить про нефть, то же самое, требуется для ее захоронения, да, а выбрасывается в свету очень мощным потоком. То есть это общество перепотребления, вот самый базовый совет, как жить экологичнее, это снижать уровни потребления, стараться переходить из количества в качество. Это самая такая базовая штука. И отсюда уже растут ноги у многих эко-советов, когда там говорят отказываться от излишней упаковки, стараться сдавать вещи в переработку, хотя бы там опасные отходы. А если невозможно там сортировать, например, в условиях города и многоквартирных домов, когда всех заставить там собирать мусор в 5 контейнеров или там в 7 контейнеров, да, как в Голландии, но не очень реально, то это развивать систему сортировки отходов уже после сбора и дальнейшей переработки. То есть, ну, это вот такие базовые решения. Так, опять же, ну, одна из основных проблем у нас очень много людей. Людей очень много, и при этом мы должны понимать, что вот нас почти 8 миллиардов сейчас. Почти 8. Это очень много для нынешнего положения дел. Из этих 8 миллиардов одна четверть страдает от голода. То есть сейчас. Мы этого вроде бы не видим. Мы такие, ну, вроде бы нас много, типа, окей, одна четверть страдает от голода. У одной трети населения Земли нет доступа к чистой питьевой воде. Все это очень напряжено. То есть мы знаем, что экологические проблемы сейчас усиливают, социальные проблемы все это взаимодействует, и в итоге выливается в огромную напряженность в мире, которая, возможно, из-за изменений климата, из-за того, что сейчас увеличивается ежегодно количество катастрофических климатических явлений. Это, ну, говорят, там, от цунами, засухи, наводнений и так далее. Количество этих явлений растет. И если там в 80-х фиксировалось порядка 200 катастрофических климатических явлений в год, то сейчас их больше 700 в год. То есть это за жизнь у одного поколения. И вот темпы изменения окружающей среды действительно ужасают. И мы на это влияем каждый день, каждый наш выбор, если у нас что-то ломается, мы всегда это, чаще всего мы это выкидываем, а не чиним. Нужно чинить, стараться. Основа экономики, которая появилась там в 20-м веке, это общество потребления. Сейчас мы понимаем, что уже мы не можем себе этого позволить. Нужно развивать другой тип экономики. И это, собственно, в этом и заключается сложность экологических проблем и их решения. Потому что тут нельзя все решить локальными методами лишь. Тут нужен сигнал и нужно действие как снизу, так и сверху. Итак, говоря про Камчатку, здесь есть два аспекта. Первый аспект и самый, наверное, затронувший всех, это даже не замор морских обитателей, а социальный шум, который возник вокруг Камчатки. И это замечательный пример, роста экологической осознанности населения. Люди поняли, что экологические проблемы касаются всех. И то, что в Норильске произошло, когда вылилось огромное количество нефтепродуктов, сейчас все уже немножко подзабыли про это дело. Хотя суд все еще идет, и там иск от Росприводнадзора, который идет на ликвидацию последствий, огромен, его не хотят платить, включают там, в общем, там в Катавасе происходит и полный цирк со стороны Норникеля. К чему действительно стоит привлекать внимание? Или говоря про Шиес, или про Куштау. Это рост экологической осознанности людей, которые понимают, что если они не будут бороться за здоровую окружающую среду, то они будут страдать от этого. А власть имущие не понимают, что у них нет какой-то запасной планеты, куда там мигрировать в случае коллапса в массированной экосистеме. То есть проблема-то общая, но экологическая осознанность людей растет, им становится интересно, что вообще происходит. На Камчатке произошло, что изначально было видео, ну там и видео, которые появились, и всевозможные фотокадры с выносом умерших обитателей, и в первую очередь все это пытались замять. Ну, было такое ощущение, очень странное ощущение, которое вылилось, собственно, в массовый хайп над тем, что вот опять пытаются замять, и это правильная реакция. Сейчас мы понимаем, что мы не можем себе позволять заминать какие-то экологические события. То, что нельзя замять такое. Уже люди понимают, ну и люди уже на агрессии. Что нет, мы должны знать, давайте разбираться и так далее. И это инициировало разбирательство. Конечно, там было много всяких продолбов со стороны местного, например, МЧС, когда мы видели эти кадры, когда руководитель местного МЧС говорит, что все эти кадры, это фейк. Но это безумие. Но в итоге, что произошло? Есть, в общем, ответ иммунной системы. Иммунная система – это вот этот хайп в интернете, это массовое внимание к проблеме, который говорит, давайте разбирайтесь. И вот все начинают разбираться, как бы организм начинает что-то делать. Туда было приглашено огромное количество экспертов. Роспроектный надзор вылетел и взял там более 5000 проб. И все поняли, что окей, да, хорошо, это красный прилив усиленный штормовым выбросом. природный процесс, генез которого не до конца известен. Известно, что красные приливы происходят постоянно в мире, сейчас их количество увеличивается. Возможно, это как-то связано через много-много факторов с антропогенной деятельностью, но от прямой корреляции, что вот вылили какую-нибудь бочку гадости, и начался красный прилив – нет. Но люди начали такие, это теория заговора. И очень началась какая-то теория заговора. И это было безумно странно, когда ученые говорят, что ребята, да успокойтесь, вот разобрались, вот это, вот это, вот это. Выявили кучу нарушений на самих… Ну, на Камчатке была полезна такая встряска, по моему мнению. Потому что то, что на Козельском полигоне вообще увидели, в каком состоянии находится, в ужасном, и начали с ним разбираться на вопросах рекультивации. Ясно, что это не с него вылилось что-то на побережье Тихого океана. Ясно, что не с Радыгинского. Но массовое внимание, которое было привлечено, установило, что там есть ряд нарушений, которые нужно нейтрализовать, скажем так, изменить. То же самое связано с системами водоочистки Петропавловска, Камчатского и города Вилючинск, которые не справляются со современной нагрузкой. Просто, ну, выливаются недоочищенные воды в океан. Это безумно плохо, и вот это было решено. А с Камчаткой красный прилив, да. Это здорово, что это был не гептил. Если бы был гептил, было бы ужасно. Это не он. Это хорошо. Тут такая штука, что с быстрыми климатическими изменениями глобальное потепление это расхожий термин, но он не совсем верный, потому что, ну, типа, просто на Земле становится теплее. На Земле уже были времена, когда было гораздо теплее, чем сейчас. Все дело в том, что климат сейчас меняется слишком быстро. В большинстве мест на планете Земля становится теплее. Есть некоторые места, где становится холоднее. И это очень забавно, да. То есть у нас Земля это не какое-то идеальное тело, которое равномерно распределяет температуру. Есть места, где становится холоднее. Их крайне мало. Но при этом изменение, именно скорость изменения является главной проблемой. О связи красных приливов и климатических изменений говорить еще рано. Есть одна из таких версий. Но нет четко корреляции, нужно больше наблюдений. В этом, опять же, большая проблема науки. Когда тебе, чтобы сделать взвешенное решение, нужно много-много лет наблюдений. Если ты говоришь про большие, то есть если это не популяция каких-то там дрозофилов или грибков, у которых будет смена поколений, если у тебя большая экосистема, то тебе нужны постоянные наблюдения, постоянный эко-мониторинг. И это одна из, собственно, сейчас важнейших задач, стоящих перед Россией, в том числе, это развитие системы эко-мониторинга. Без чего мы так и будем узнавать о катастрофах из телеграм-каналов или еще откуда-то. То есть люди просто... Вот сейчас есть интернет, это безумно прекрасно, что мы можем как в лесу с помощью мицеля общаться и обмениваться информацией практически мгновенно. Но все-таки система эко-мониторинга, ну, необходимо. И развитие ее необходимо. Есть в ряде... Она существует в ряде городов, но никак не в размерах целой страны у нас, к сожалению. В Европе с этим чуть-чуть получше, но тоже есть куда развиваться. То есть это один из вызовов современности. Если говорить про государственные усилия по улучшению и по сохранению привыч нашему виду окружающей среды, то некоторые подвижки есть, но опять же их недостаточно. Сейчас объясню. Безусловно, в 90-е годы было совершено очень много хорошего для окружающей среды. В первую очередь были сохранены заповедники. И это безумное достижение. Я вообще не понимаю, как ребятам, в том числе Данилову Данильяну, это замечательный ученый, который меня очень вдохновляет, как им удалось убедить государство в те лихие годы сохранить систему заповедников. Это реально подвиг, то, что у нас это получилось. Система заповедников России это лучшая система заповедников, которая есть в мире. Самая большая, очень много климатических зон охвачено, очень много биотопов. Это здорово. Что сейчас делается? Есть всевозможные программы, направленные на экопросвещение, но чаще всего они носят несистемный характер, к сожалению. То есть там выделяются деньги на финансирование тех или иных областей, но, к сожалению, это несистемно. Есть тренд, ну, собственно, вот что было в Куштау, когда только после массовых протестов, после месяцев противостояния людям удалось отстоять памятник природы, и вдруг компания поняла, что да нет, все нормально, мы можем найти другой путь, доставать соду. Не обязательно разрывать наследие, блин, почему это было, да? То есть сейчас люди понимают, что у нас там и было объявлено год экологии, да, ну, собственно, на уровне правительства Российской Федерации, и даны, ну, все больше полномочий дается там тому же Росприроднодзору. Но все еще мало. Реально все еще мало. И крайне негативно отсутствие экообразования у наших дипломатов. Это, конечно, немножко позор, потому что есть, ну, климатические саммиты, на которых собираются дипломаты разных стран, обсуждают, что вообще происходит с климатом, какие усилия предпринимаются. И на этих климатических саммитах есть такая награда Fossil of the Day. То есть ее вручают стране, делегация которой, ну, оказалась самым большим ископаемым дня. Ну, понятно, такая шуточная антипремия. И в 2019 году ее получили две страны, это Штаты, за речи Трампа о том, что глобальное потепление придумали китайцы, чтобы остановить американскую машину производительности, производственную. И наши дипломаты, то есть русские, мы получили из награды антипремии Fossil of the Day, за то, что наши дипломаты не поняли, как связаны вообще изменения климата и права человека. Такие, ну, что это? Это мы не будем даже обсуждать. Ну, как это? То есть есть право на здоровую окружающую среду, и без здоровой окружающей среды, ну, не может быть. Если у тебя смыло дом наводнением, вот ты построил дом, вот у тебя все, да? Сейчас огромная проблема, вот мы слышали про эти наводнения и в Сибири, и на юге России, которые уносили жизни, разрушали дома, разрушали жизни людей, и это нарушает их права. А все это последствия климатических изменений, изменения воздушных масс, на течение воздушных масс, куча всего, куча проблем. И вот пока нет этого сознания, не будет массивных действий. Я надеюсь, что это сознание придет. А все дело в том, что наш мозг, это тоже одна из таких базовых штук, активно развивается лет до 28, до 25-28. А дальше мы уже становимся довольно линейными чуваками. Но мозг очень энергозатратный орган, который такой, ну, если вот я дожил до своих лет, то, скорее всего, если я продолжу действовать так же, то я доживу и проживу и дальше. Нормально. Скорость формирования нейронных связей падает, если ты специально не занимаешься этим. И тебе уже, ну, типа, все норм. Но психика большинства людей, да, сформировалась, ну, которые сейчас принимают решения, сформировалась, когда на Земле было в два раза меньше людей. Если мы говорим в 60-е годы, да, в 60-х годах на Земле было 3,5 миллиарда человек. 1960-е. Сейчас почти 8. То есть даже уровень осознания того, вот как сильно увеличился прессинг, он просто не пробивается. Возможно, это пройдет со сменой поколений, возможно, это будет решено эко-просвещением, возможно, все это вместе как-то с плавом. То есть только тогда что-то произойдет. И усилиями одной страны, как говорил Ульрих фон Вайцекер, это один из таких столпов экологической мысли в Германии, усилиями одной страны, даже такой, как Германия, экологизация производства невозможна во всем мире. То есть даже одна страна не может спасти весь мир от экологической катастрофы. Опять же, экологи – это ребята, некоторые говорят, что давайте бросаем все, уходим в леса, живем там, возделываем землю. Это уже не прокатит. Нас уже слишком много, мы уже не можем все уйти в леса и жить сельским хозяйством. Вот. Экологи – это люди, которые говорят, давайте находить максимально эффективные технологии, увеличивать КПД любых процессов, чтобы снижать уровень антропогенного прессинга и при этом не сильно проигрывать в качестве и в комфорте жизни. Это тоже очень важно. Первое – отдавайте предпочтение многоразовому. Там, где это возможно. Ясное дело, что необходимо одноразовые шприцы и так далее. Есть целый ряд контрацептивов, то же самое. Есть целый ряд вещей, без которых без одноразовых, которым современная цивилизация не мыслится. Но огромное количество вещей можно заменить многоразовыми, и это необходимо делать. Второе – ищите пути экологизации своей жизни, своей работы. Например. Ищите пути экологизации. Почему я говорю без конкретики? Потому что в каждом варианте есть свои собственные методы. Например, если вы работаете в офисе, ставьте ящик для сбора макулатуры и вызывайте экотакси, так называемый, собиратор, который поможет… Собственно, вот вы собрали макулатуру, отправили ее на переработку. От вас не требуется никаких действий, кроме как поставить коробку, чтобы там все это собиралось и вовремя вызвать ребят, которые заберут это на вторичную переработку. Бумага классно перерабатывается. И это хорошо. Это прямо такое простое действие, которое сразу… Используйте энергоэффективные технологии, замените все эти лампочки Ильича, если они еще у кого-то остались, на нормальные энергосберегающие, современные. То есть это на LED-лампы. Если есть возможность собирать батарейки, собирайте батарейки, сдавайте их. Сейчас во всех крупных гипермаркетах есть пункты сбора батареек. Собрали там кулек со всего офиса и его туда отправили. Потому что батарейки перерабатываются, очень важно их перерабатывать, опять же. Если говорить про раздельный сбор, то это уже дальше, уже следующий этап, когда вы раздельно собираете тетропак. Это не все на это пойдут, то есть это очень такой плавный путь изменений. Но и читайте. Это тоже очень важно, чтобы люди понимали, есть экологический научный пол. Его мало, но он есть. И это одно из важнейших, ну на мой взгляд, возможно это немножко такое личное мнение, да, пристрастное. Но мне кажется, узнавать о функционированиях природы, окружающего нашего мира, даже сейчас стало чуть-чуть важнее, чем узнавать о далеких звездах. Потому что до времен, когда мы будем исследовать далекие звезды, нужно еще дожить. А у нас тут еще много проблем, которые могут этому очень сильно помешать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова